Уважаемый Владимир Владимирович, Сергей Сергеевич, уважаемые депутаты Народного Собрания, коллеги, приглашенные, я рад вас видеть и приветствовать в этом зале, потому что назначение временно исполняющим обязанности главы республики Дагестана действительно большая честь. Дагестан это предсередший древний край с богатой историей, уникальной культурой, самобытными традициями. Об этом я знаю не понаслышке и очень многое связывает меня с этой республикой. Безусловно, известные проблемы, стоящие перед дагестанским обществом, многие из них накапливались десятилетиями, некоторые приобрели хронический характер, это и безработица, и низкий уровень жизни граждан, и проблемы в социальной сфере, экономические диспропорции, ущемляющие институтные права регистрации. За последние годы многое сделано на пути решения этих проблем. Наша задача продолжить эту работу, вывести ее на новый уровень эффективности. Мы должны сделать так, чтобы люди, в том числе проживающие в малых населенных пунктах, на селе почувствовали позитивные изменения. На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, я сказал, что выделил бы три основных направления в своей деятельности. Первое – это обеспечение безопасности граждан, что особенно актуально в ситуации, когда опасность распространения коронавирусной инфекции не преодолена, и практически каждый день возникают новые угрозы интересам граждан, общества, государства, экономики, республики. Нужно сделать все, чтобы люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне, свою защищенность от эпидемических вспышек, и в том числе от тех поджигательств, которые эти вспышки могут вызвать. Второе направление – это преодоление наболевших проблем социально-экономического характера, в том числе посредством улучшения делового климата, повышение инвестиционной привлекательности Дагестана, полноценных институционных преобразований, плоскости решений задач узкольного экономического развития – у нас огромное поле деятельности. Дагестану необходимо наверстывать упущенное, чтобы стать вправе с другими регионами страны, чтобы сделать республику успешной, благоустроенной, комфортной для жизни и для гостей. Ну и третье – это усиление взаимодействия власти и общества, формирование эффективной архитектуры органов власти, открытой для запросов общества, способных к качеству удовлетворения, что потребует не только укрепления исполнительной дисциплины в органах власти, обновления их кадрового состава, но и здоровой общественной активности, продолжение работы по декриминализации регионов. Эту работу мы откладывать не будем, уже завтра мы проведем рабочую встречу с членами правительства, с общественной палатой, на которой попробуем объявить те леперные точки, которые в последующем будут способствовать пристраиванию нашей совместной архитектуры. Дагестанство – свойственная жизненная энергия, доброта, чувство справедливости. И мне очень приятно, что об этом говорил Владимир Владимирович Путин на нашей рабочей встрече 5 октября. Это в значительной степени объясняет, почему Дагестан занимает первые позиции в округе по доле граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Граждан, которые занимаются благотворительностью, и проблема с коронавирусом еще раз показала, что равнодушных Дагестан и людей в стране не оказалось. Ярко это проявилось в период начала борьбы с пандемией, мы продолжаем это видеть и сегодня. Необходимо направить на инструктивное русло эту социальную энергию, в первую очередь энергию молодежи. Я очень рассчитываю на эту категорию граждан Дагестана, которые зачастую остаются наедине со своими проблемами, наедине со своим будущим, наедине с вытекающими отсюда негативными последствиями. В республике важно создать атмосферу сотрудничества и стремления к успеху. Общество равных возможностей требует солидарности. Каждый дагестанец должен осознать свою сопричастность к определению будущего республики. История и мировой опыт показывают, что в основе позитивных примеров ускоренного развития кроется именно способность использовать свою уникальность, о которой тоже говорил президент нашей страны. Уникальность которой для Дагестана является его историческая многоконфессиональность. Учет эти характеристики, систематическая работа по их сохранению должна создать важные конкурентные преимущества в регионе. Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за все, что вы сделали для Дагестана, за все, что вы сделали для граждан Дагестана, для простых жителей. Благодарю также членов правительства, депутатов народного собрания, муниципальных руководителей, которые оказывали реальную помощь Владимиру Абдулевичу в решении сложнейших задач. Я надеюсь, что и дальше мы будем работать с вами так же конструктивно и целенаправленно. В трудных, приистных ситуациях вы многое сделали для того, чтобы исполнить свой служебный и гражданский долг. Я рассчитываю, Владимир Владимирович, как на вашу поддержку, так и на поддержку тех людей, которые вместе с вами эту сложнейшую задачу в период, особенно этого года, в период пандемии. Спасибо, всем вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Все желаем удачи, успехов вам, и, конечно, всех, кто не в этом участии.